Спасибо за терпение, дорогие мои слушатели! Осталось совсем немного, прежде чем все тайное станет явным, а все непонятное простым и доступным. Мы приступаем с вами к четвертой части великолепной, удивительной и неповторимой по своей сути истории Вильгельма Гауфа «Карлик Нос». Как всегда, присаживайтесь поудобнее и включайте на полную катушку свое воображение. Поехали! Бедный Карлик, горько плача, пошел к себе в комнату и пожаловался Гусыни на свое горе. Теперь ему уже не миновать смерти, ведь он никогда и не слыхивал о траве, которая называется Чихай на здоровье. Если в этом все дело, сказала Мими, то я могу тебе помочь. Мой отец научил меня узнавать все травы. Будь это недели две назад, тебе, может быть, и вправду грозила бы смерть, но, к счастью, теперь новолуние. А в это время как раз и цветет та трава. Есть где-нибудь около дворца старые каштаны? Да, да, радостно закричал Карлик. В саду совсем близко отсюда растет несколько каштанов, но зачем они тебе? — Эта трава, — ответила Мими, — растет только под старыми каштанами. Не будем попросту терять время и пойдем сейчас же ее искать. Возьми меня на руки и вынеси из дворца. Карлик взял Мими на руки, подошел с ней к дворцовым воротам и хотел выйти, но привратник переградил ему дорогу. — Нет, мой милый нос, мне строго-настрого велено не выпускать тебя из дворца. — Неужели мне в саду нельзя погулять? — спросил Карлик. — Будь добр, пошли кого-нибудь к смотрителю и спроси, можно ли мне ходить по саду и собирать траву. Прибратник послал спросить смотрителя, и смотритель позволил. Сад ведь был обнесен высокой стеной, и убежать из него было невозможно. Выйдя в сад, Карлик осторожно поставил Мими на землю, и она, ковыляя, побежала к каштанам, которые росли на берегу озера. Якоб, пригорюнившись, шел за ним. Если Мими не найдет той травки, я утоплюсь в озере. Это все-таки лучше, чем отдать свою голову палачу. Мими между тем побывала под каждым каштаном. Перевернула клювом всякую былинку, но напрасно. Травки, чихая на здоровье, нигде не было. Гусыня от горя даже заплакала. Приближался вечер, темнело, и становилось все труднее различать стебли трав. Случайно, случайно Карлик взглянул на другой берег озера и радостно закричал. «Посмотри, Мими, видишь? На той стороне еще один большой старый каштан. Пойдем туда и поищем. Может быть, под ним растет мое счастье». Гусыня тяжело заклопала крыльями и полетела, а Карлик вовсю прыть побежал за нею на своих маленьких ножках. Перейдя через мост, он подошел к каштану. Каштан был густой и развесистый. Под ним в полутьме почти ничего не было видно. И вдруг Мими замахала крыльями и даже подскочила от радости. Она быстро сунула клюв в траву, сорвала какой-то цветок и сказала, осторожно протягивая его якобы. «Вот, трава, чихай на здоровье. Здесь ее растет много-много, так что тебе надолго хватит». Карлик взял цветок в руку и вдумчиво посмотрел на него. От него шел сильный приятный запах и якобы почему-то вспомнилось, как он стоял у старухи в кладовой, подбирая травы, чтобы начинить ими курицу, и нашел такой же цветок с зеленоватым стебельком и ярко-красной головкой, украшенной желтой каймой. И вдруг Якоб весь задрожал от волнения. «Знаешь, Мими, это, кажется, тот самый цветок, который превратил меня из белки в карлика». «Попробую-ка я его понюхать». «Подожди немножко», — сказала Мими. «Возьми с собой пучок этой травы и вернемся к тебе в комнату. Собери свои деньги и все, что ты нажил, пока служил у герцога, а потом мы испробуем силу этой чудесной травки». Якоб послушался Мими. Хотя сердце у него громко стучало от нетерпения, он бегом прибежал к себе в комнату. Завязав в узелок сотню дукатов и несколько пар платья, он сунул свой длинный нос в цветы и понюхал их. И вдруг его суставы затрещали, шея вытянулась, голова сразу поднялась из плеч, нос стал делаться все меньше и меньше, а ноги все длиннее и длиннее. Спина и грудь выровнялись, и он стал такой же, как все люди. И Мими с великим удивлением смотрела на Якоба. «Какой ты красивый. Ты теперь совсем не похож на уродливого карлика». Якоб очень обрадовался. Ему захотелось сейчас же бежать к родителям и показаться им, но он помнил о своей спасительнице. «Не будь тебя, дорогая Мими, я бы на всю жизнь остался карликом и, может быть, умер бы под топором палача». Сказал он, нежно поглаживая гусыню по спине и по крыльям. «Я должен тебя отблагодарить. Я отвезу тебя к твоему отцу, и он тебя расколдует. Он ведь умнее всех волшебников». Мими залилась слезами от радости, а Якоб взял ее на руки и прижал к груди. Он незаметно вышел из дворца. Ни один человек не узнал его, и он отправился с Мими к морю на остров Готланд, где жил ее отец, волшебник Ветербог. Они долго путешествовали и, наконец, добрались до этого острова. Ветербог сейчас же снял чары с Мими и дал Якобу много денег и подарков. Якоб немедленно вернулся в свой родной город. Отец и мать с радостью встретили его. Он ведь стал такой красивый и принес столько денег. Но надо еще рассказать про герцога. Утром на другой день герцог решил исполнить свою угрозу и отрубить карлику голову, если он не нашел той травы, о которой говорил князь. Но якобы нигде не смогли отыскать. Тогда князь сказал, что герцог нарочно спрятал карлика, чтобы не лишиться своего лучшего повара, и назвал его обманщиком. Герцог страшно рассердился и объявил войну князю. После многих битв и сражений они, наконец, помирились, и князь, чтобы отпраздновать пир, велел своему повару испечь настоящий пирог королевы. Этот мир между ними так и называли – пирожный мир. Вот и вся история о Карлике Носе. Спасибо, мои маленькие друзья, за то, что все это время были с нами и слушали этот удивительный рассказ про маленького мальчика, который смог преодолеть все трудности и невзгоды жизни и добился успеха. Субтитры создавал DimaTorzok